Продолжение следует... Отец Иоанн, мы очень рады тому, что вы согласились дать нам это интервью. Нам хотелось бы задать вам несколько личных вопросов. Да, хорошо. И наиболее личный, как нам кажется, вопрос к вам, как к православному священнику, на что похоже православие в Америке? Но это вряд ли можно назвать личным вопросом. Бывают куда более личные вопросы. Прежде всего, я хочу сказать, что православие в Америке очень разное. Для него характерно стремление быть истинно православным. И это означает, что многие люди осуществляют и развивают свое православие в наиболее американской манере. Практикуют словно в кафетерии подход «попробовать и выбрать». То, что кажется им самым важным. Нашу паство в США, по выражению социолога Питера Бергера, можно назвать необработанной клиентурой, свободной в своем выборе принимать что-то или не принимать. Поэтому у нас есть множество людей, включая тех, кого можно назвать православными сколыбели, открывающих для себя православие заново или открывающих для себя православие, отличное от того, к чему они привыкли с детства. Так, у нас есть люди, обратившиеся к православию в несколько ином смысле слова, из самых различных христианских конфессий и деноминаций, а также люди, не имевшие ранее вообще никаких религиозных убеждений. И всех этих людей привлекает то богатство выбора, которое православие предоставляет в этом духовном кафетерии. Понятно, но это звучит похоже на православное общество потребления, не так ли? Америка, Соединенные Штаты Америки, это во многом именно общество потребления. И предпочтения потребителей зачастую играют свою роль, вернее, всегда играют какую-то роль. Особенно в эпоху интернета, лоббирование разных видов или блоги, продвигающие тот или иной вид православия, стали очень распространенными. И люди сначала поверят тому, что так убедительно описано в каком-нибудь блоге, прежде чем они поверят мне, священнику. Да, точно, это напоминает, кстати, о действительно серьезной дискуссии, начало которой положил отец Александр Шмеман относительно современного православного секуляризма. Я думаю, стоит провести разграничения между различными аспектами или значениями термина секуляризм. Во-первых, США очень отличается от большинства европейских стран. В США никогда не было сильной антиклирикальной традиции. Напротив, в США всегда существовала сильная религиозная традиция, или, вернее, множество религиозных традиций. Американцев часто описывали как нацию с церковной душой, в отличие от, скажем, современной Франции, где сейчас очень силен секуляризм. В США же секуляризм можно скорее описать как священный секуляризм. А что это такое? Это использование священных предметов и понятий в частных секулярных целях. Легче всего ассоциировать подобный секуляризм с патриотизмом. Испытание для православия в Штатах – необычный простой секуляризм, которому на самом деле нет дела до религиозных проблем, или духовных проблем, и которому нет дела до Бога. Потому что многих людей волнуют эти вопросы. Но это и не простой консюмеризм, не потребительство, хотя и он является частью проблемы. Нам хочется все больше разных вещей, всего на свете для себя. И поэтому мы считаем, что и остальные тоже должны желать всего на свете. Это другой вид секуляризма. Это секуляризм, который пытается приручить Бога и использовать Его и все, что имеет силу, для своих собственных нужд. Утилитаризм. Да, это утилитарный подход использования религии и практически всех тех опор, которые у нас есть. Какую пользу академическое богословие приносит реальному православию? Меняет ли оно что-то? Участие в работе церковных комиссий, в делегациях, работавших в Константинополе или Женеве, или в других городах, которые приходят на ум. Столь многое из того, что мы считаем важным в православной церкви, происходит на этом высоком уровне и при этом не оказывает почти никакого влияния на наши общины и на тех людей, к которым мы хотели бы обратиться. Для многих людей это очень проблематичный вопрос, захватывающая тема. Позвольте мне рассказать о моем собственном опыте после того, как я ушел на пенсию из Свято-Владимирской семинарии, после того, как я преподавал там более 30 лет. По большей части люди становились священниками. В данный момент я подменяю других священников выходные, если есть нужда, и служу регулярно в некоторых храмах. Таким образом, я служу почти равное количество времени в одном из приходов греческой православной архиепископии, в приходе антиохийской православной архиепископии, в одном из приходов православной церкви Америки, русской традиции, и в приходе сербской православной церкви. Четыре прихода, два календаря, четыре очень разных подхода к истории и еще больше предрассудков, предубеждений и вообще разных изводов православия, которые наблюдаются у разных людей. В этой ситуации возникает вопрос, какой Евангелие я должен возвещать? Это не просто вопрос о том, какое поминовение предписывает данному дню старый календарь или новый календарь. Это вопрос, какого Христа я проповедую этим людям. Какое благое вестие я могу им предложить? Будет ли мое благовестие вызовом для тех, кому нравится быть своего рода версии восточного обряда, некоего закрытого христианского частного клуба в США? Есть ли у меня слова для того, чтобы затронуть тех, кто предпочитает православие остальным динаминациям за его верность в следовании уставным указаниям? Я сам уже не слишком волнуюсь из-за уставных указаний, как я уже раньше говорил вам. Один из тех храмов, в которых я служу, имеет завесу и врата. В другом есть врата, но нет завесы. А в третьем есть завеса, но нет врат. А в четвертом нет ни того, ни другого. Понятно. И вы принимаете все это? У меня нет выбора. И моя задача не состоит в том, чтобы бросать людям вызов по поводу врат или завесы. Вопрос в другом – как достичь этих людей там, где они находятся? Здесь мне хотелось бы отметить, что в изучении богословия, в преподавании, в духовных семинариях и академиях мы так замечательно обучаем студентов церковной истории, патрологии, догматическому богословию. Мы могли бы уделять больше времени изучению социологии религии в наших странах и даже, скажем конкретнее, социологии людей, составляющих наши приходы и нынешний момент, чтобы не получалось так, что мы остаемся только со словами, произнося неправильные слова. Те, кто обучается в наших семинариях, могли бы поучиться тому, как разговаривать с людьми, или нёсшими лишения, или оказавшимися в сложной ситуации. Но пастерский вызов на самом деле гораздо серьёзнее. По крайней мере, в США процент разводов среди православных христиан практически совпадает с общенациональным уровнем. То же самое относится и к беловоротничковой преступности. С точки зрения статистики в отношении искреннего, глубокого обращения ко Христу, а не только внешнего, мы находимся там же, где и остальные американцы.